Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и обсудим новый влог. Необычный плов, который любят мои мужички. Абдугани попросил блинчики. Ой, ребят, просто трындец. В названии прочитайте. Абдугани попросил блинчики. И запомните, потом скажу почему. Значит, сидит наша Уралка за столом. Разбирает посылку. Значит, прислала подписчица, то ли Клара, то ли Лара. Там что-то я не расслышала от Уралки. Уралка не знает отчества, фамилию она, собственно, не называла. Но в посылке она показывает, что пришло. Ну, всё для учёбы. Получается там целая куча стержней, стёрки, да, получается, для ручки. Потом примеры, книжка какая-то там для чтения Носова, да, рассказы. И, в общем, что-то там ещё по русскому языку. Что-то по скорочтению. И электронный какой-то блокнот. Ой, Уралка охала и ахала. Ну, говорит, мы там, значит, не покажем Абдугани. Он сейчас делает уроки, и мы решили, что мы его показывать не будем. Очень много негатива идёт. И поэтому мы будем показывать часть своей семьи. Раз так обсуждают, значит, показывать не будем. Ребят, показывать мы не будем, да? Ну, обсирать будем дальше его. Абдугани попросил блинчики. Опять Абдугани просит жрать. И это опять намёк, что всё для Абдугани. Необычный плов, который любят мужички. Здесь, опять же, готовит сафару и Абдугани. Сама Ни-Ни не ест. И блинчики кому? Абдугани. А сама Ни-Нет, она тоже не будет. Слушайте, такое чувство, что она вообще ничего не ест. А пухнет только с голодухи. Как же уже достало это враньё, это лицемерие. И сидит такая прям. Мы не будем его показывать. Не будем. Дальше сидит и рассказывает, что нужно разобраться со сливами. Вот, говорит, да, я читала комментарии. Я много комментариев читала. И вот мне писали там про варенье. Варенье, говорит, не варю. Никто не ест. Замороженных ягод полным-полно. И вот я, ребят, задумалась. Думаю, а нафига? Нафига нужны были эти сливы? Для чего он покупал? Причём, говорил, 100 рублей килограмм. Скажите, для чего было набирать кучу слив, если знали, что они их не сожрут? А они же портятся. И что-то с ними нужно делать. Для чего тащить вот это домой? Для гнилых понтов, да? Что якобы я ящиками могу накупить фруктов, да, и овощей. А потом выбросить. Ну да. А потом Уралка сидит и думает. А шо ж мне с ними сделать? Если я их все сожру, унитаз разнесу. А что-то ж надо делать, чтобы не испортились. Ну и дальше Уралочка сказала, что какая-то там ей подруга из Казахстана уже подруга, да, стала подруга, подписчица. Посоветовала разделить на половинки и заморозить. И потом или в пирог, или еще куда-нибудь. Вот и зачем, скажите, было покупать эти сливы, чтобы их морозить? При том, что Уралка сказала, что с замороженных ягод с сахаром полным-полным-полно. Опять будут лежать год и выбросит. Она же выбрасывала. Она же рассказывала, что все выбрасывала. У нее там что? Рыба красная уже год лежит. Мясо, фарш, ну, с их слов, год лежит. И это тоже дальше будет лежать. Понимаете, вот деньги портят людей. Чем их больше, тем больше скупается жратвы. И делают это люди, которые зависимы от еды. И мне кажется, что сарафан уже тоже становится таким же. Уже тоже зависит от жрачки. И ему тоже уже нужно больше и больше. Дальше, значит, говорит, нужно приготовить что-то поесть. Пирог, говорит, еще есть. Сафар, вон, покажи, говорит, сколько еще пирога. Ну, и, значит, Сафар там показал. Ребят, как по мне, это не пирог, а какая-то подошва. Пирог, он должен быть пышный. А там видно, что он то ли уже у них засох, то ли он и был, как вот эта подошва, твердый. Как будто он даже не поднялся в духовке. И какой-то как будто прям подгорелый. Ну, или это кажется из-за слив. Ну, во-первых, Уралка неправильно сливы разложила на тесто. Ну, она все делает неправильно. Значит, Сарафан подыграл Уралке, что так вкусно, но не хватает орехов, миндаля. А так вкусно, так вкусно. Ну, естественно, естественно, он будет подыгрывать. Мы рассказываем, что Сарафан не любит корицу. И мы это знаем, он сам об этом говорил. А тут резко переобулся в воздухе, полюбил корицу и полюбил пироги с корицей. Ну, ребят, смешно, согласитесь. И подыграли с рыбным супом. А рыбу-то, говорит, говорили, что нас никто не ест. А съели все. Оля съела голову, с глазами, наверное, заглотнула сразу. А мужики все остальное слопали кастрюлю супа. Ребят, опять подыграли Уралочки. Никто там не ел эту рыбу. Это все, ребят, специально, как раз-таки, чтобы подыграть ей. Что якобы она готовила не себе, нет. Пирог с корицей не себе. Суп рыбный тоже не себе. Ну, а Абдугани, говорит, мы не покажем, потому что, видимо, нет его. Нет его и показывать некого. Да будут они, ребят, его показывать. Вот они чешут языком, но показывать будут, потому что Абдугани доход хороший приносит. А без Абдугани, ну что они будут показывать? А Уралочки на ком отрываться? Ну, а дальше, говорит, Абдугани попросил блинчики. Да, пирог есть, а Абдугани попросил блинчики. Как всегда, самый голодный кто? Абдугани. Уралочка есть блинчики не будет, да. И плов необычный она тоже есть не будет. Только исключительно мужички. Она у нас на голодной диете. Дальше дегустация красной рыбы. Уралочка опять же провалилась в экстаз. Ох, и стонала. Ох, и стонала. Знаете, она еще не успела опустить эту рыбу в рот, а уже стоны начались. Ну, как я говорила, пусть хоть стонет от жратвы. Чего ей еще стонать? А дальше, ребят, самое интересное. Уралочка обманывает сафаром. Показывает, значит, в миске, что достали они индейку. Ну, и вот эти макарохи она жарит сначала, да, делает якобы плов из макарох, из тоненькой этой паутинки, вермишельки. И говорит, это, говорит, мы достали индейку. Сафар за кадром. Да. Сам, видимо, рассматривает и видит, что это курица, ножки. А уралка говорит, что это якобы не ножки, а это крылышки. Это индюшиные крылышки. И в миг тут же она покраснела. Стала краснехонькая, краснехонькая. То есть, получается, подбрехивает для того, чтобы сарафан ел. Он же курицу не ест. Мы уже с вами видели, сколько раз уралка готовила курицу, он ее не ел. Он картошку выедал, там что-то еще ел, но курицу ни в какую. Поэтому, я думаю, что уралка его решила обдурить. И говорит, что это индейка. А сарафан, видимо, тоже не дурак. Он помнит, что они когда покупают. Они же вдвоем таскаются по магазинам. Поэтому он и удивился, и говорит, да. Ну, а дальше, значит, уралка опять с этими ножками, с этими крылышками. А сарафану не имется. У него, знаете, походу уже звездец в голове полнейший. Там уже крыша едет не спеша, с мухим шифером шурша. И, понимаете, выглядит он самым настоящим идиотом. Вот да, в прямом смысле. Потому что эти пельмешки то три, то пять, теперь уже двадцать пельмешек. И эти пельмешки у него не выходят из головы. Это, понимаете, это вот желчь внутри распирает, разрывает его. И от этого крышняк сносит. И это уже стало, знаете, как навязчивая идея для него самого. Он уже настолько навязал себе эти пельмешки, что он просто остановиться не может. Вот реально, ребят, как дурак, как идиот с этими пельмешками. Понимаете, тут уже не смешно. Абсолютно нет никакого юмора, никакого прикола. А он вот продолжает. Пельмешки, потом там что он еще? Все вспоминает. То меня, то мужа. Это он просто, вот понимаете, спит и во сне меня видит. Это ж какой костью в горле я встала там ему, что он просто вот не может успокоиться. Что не видос, то обязательно надо меня вспомнить. Прикиньте, ребят, сколько яда внутри человека и сколько злости. А знаете почему? Потому что таскаться по прокуратурам приходится. И я думаю, что часто, часто его вызывают. И поэтому столько злости. И каждый день, видимо, прокуратура ему напоминает обо мне. Поэтому он никак не может забыть эти пельмешки. Но на самом деле он же общается со своими зрителями, ребят. Он общается не со мной. У него 150 тысяч подписчиков. Почти или сколько, я уже там не отслеживаю. Он общается с подписчиками, а ведет себя как полоумный, обращаясь ко мне. Кто там понимает про эти пельмешки? Его подписчики что, знают про пельмешки? Ну нет, конечно же. А у него здесь дед застрял в голове с пельмешками. И все. И остановиться мужик не может. Беда бедой. Дальше Уралка нарезает лук, значит. И Дуня сидит рядом. И рассказывает. Ой, говорит, Сафар купил, говорит, ей пипочку. Ну и там какие-то травки. И Дуня якобы нализалась в удовольствие. И теперь типа лежит спокойная. И дальше, слушайте, чё понес этот таджик? Говорит, кот наркоман в семье. Вещи, говорит, начнут пропадать. О, Сафар, ты даже знаешь, что когда в семье наркоман вещи пропадают. Слушайте, одна нализалась, купили ей кошка. Да, Сафар наживался. Каждый сходит с ума по-своему. А у этого, походу, крышу снесло капитально. Начиная с пельмешек, заканчивая вот этим шариком, да, с кошачьей мятой. Я знаю, что это за шарик. И ржёт, как полоумный, как будто он вообще чокнулся. Серьёзно, ребят? Я говорю, одна нализалась, второй наживался. Он всё никак не нажуётся. Он поджёвывает больше и больше, когда приходит к Уралке. Ой, Казаночек, говорит, масла сильно много не буду наливать. Бухнула полбутылки. Но это уже привычно, ребят, у неё всегда так. Маслечко чуть-чуть, бабах, полбутылки. Сафарчик, говорит, любит, когда жирно. Я, говорит, не люблю, когда жирно. Уралка, кому ты рассказываешь? Кому ты рассказываешь сказке, что ты не любишь, чтобы было жирно? Ты сначала на себя в зеркало посмотри, а потом будешь нам доказывать о том, что ты жирное не ешь. Дальше, ребят, меня такой смех пробрал, когда Сарафан сказал, а этот вермишел, когда пожаришь, он не разваривается, якобы рассыпчатый. Да, Уралка говорит, не разваривается, а рассыпчатый. Да, Сарафан, рассыпчатый вермишел, рассыпчатый. Дальше, ребят, продолжение. Уралка, значит, сидит, уже морковку нарезает и говорит, Дуня, не было, говорит, хурмы. Ты так любишь хурму. Кстати, ребят, это опасно, кошке давать хурму. Она-то в большом количестве и людям не особо-то полезна, если ее много есть. Все должно быть в меру. Ну, а кошки... Ну, и Сафар говорит, из всех баз был только один открыт. Ой, ребят, я не могу. И это мужик, который торчит в России со школы. Как закончил школу, так и торчит. И никак не может выучить русский язык. Делился бы уже, что ли, сабдугани, что ли, учился. Или к репетитору ходил вместе с ним. Глядишь, грамотным бы стал. А то, как ляпнет, что-нибудь хоть стой, хоть падай. Ну, а дальше Уралка говорит, что мы хотим, говорит, запастись мясом. Но потом расскажем, если что. А Сафарелла говорит, это сюрприз. Точно, ребят, сюрприз. Мало им мяса. Когда ж они уже нажрутся? Наверное, опять будут ящик мяса покупать. С этим мясом, ребят, надо повнимательнее. Как бы это мясо не было опять рекламой. Как любит Уралочка рекламировать колбаски да мёд. При этом указывая всего лишь ватсап. Да. Ну, скажите, ребят, сколько можно закупаться жрачкой? Когда же они уже нажрутся, наконец-таки? Уже, я говорю, они уже скоро в дверь проходить оба не будут. Уже у сарафана живот, как у беременного. Это, слушайте, уже не может напялить на себя футболки и туники, потому что живот свисает, виден. Поэтому она и таскает эту серую растянутую кофту, потому что из-под неё живот не висит. А всё, жрут, закупаются и жрут. Это трындец какой-то. Ну и Уралочка заявляет, говорит, грех не взять, говорит, по такой цене выгодной. А ещё, говорит, по-мусульмански кололи быка. Да, прикиньте, ребят, да, сарафан, и ты это всё видел. Как именно по твоему заказу по-мусульмански закололи быка, чтобы продать именно тебе. Ну, такую чушь несёт. Я думаю, что это подготовка к очередной рекламе. Дальше Уралка рассказывает по поводу Дуни, что Дуни ест очень много. Говорит, надо маслины, говорит, ей открыть, чтобы она якобы маслины ела. Да, ещё лучше, Уралочка, давай уже солёная, маринованная. Трави кошку окончательно, давай, добивай её возрастную. Говорит, раньше она мало ела, а сейчас, говорит, не успеешь насыпать и уже нет. Вот, ребят, она её сейчас закормит, точно так же, как закормила себя. В итоге, получается, Сафар спалил лук. И, знаете, вот так интересно, когда она его сделала виноватым, потому что, когда он мешал лук, он стоял возле сковородки. И причём он положил туда ещё мясо, то есть курицу или индейку там не разберёшь, да, на экране. И ничего там, собственно, не подгорало. А тут Уралка уже говорит, что он сидит, говорит, комментарии читает. Ничего, говорит, его не попросишь, уже якобы всё подгорело. И Сафар помалкивает. Конечно же, надо барыне прислуживать. Цель же есть своя. Дальше Уралка поставила вторую сковороду, туда бухнуло масло. И, говорит, буду пережаривать фарш. Ой, ребят, когда же они нажрутся? Ещё только суп не успели сожрать, да ещё и не сожрали. Пирог не доели. А тут и вермишель, и индейка, ну или курица. Жирная, жареная, плюс жареные макарохи. И дальше ещё жареный фарш. Получается, блины с жареным фаршем. Жареные мучные блины. А вообще, ребят, ну какая фиг разница? Пускай жрёт. Пускай жрёт сколько хочет. Пускай обжирается, хоть днём, хоть ночью. Вот она сама себе хозяйка. Она сама себе враг. Да, самый главный враг, сама она для своего организма и для своего здоровья. А дальше точно так же всё пережаривает. Лук, потом фарш. Ешь, уралочка, ешь побольше жирного. У тебя как раз-таки скоро комиссия, чтоб только ты не похудела, а ещё больше тебя разнесло в разные стороны. Как можно настолько себя не любить, чтобы просто гробить, просто гробить своё здоровье собственными руками, вернее, собственным ртом. Ну и, значит, приговаривает. Говорит, завтра мне будет некогда готовить, поэтому готовлю сегодня. Завтра ногти, завтра прическа, стрижка и милирование. Уралочка, вместо того, чтобы приводить ногти в порядок и голову, лучше бы своё тело привела в порядок, брюхо своё уменьшила. Хотя, вы знаете, это только благодаря подписчикам она ногти стала делать и чаще в парикмахерскую ходить. Но сафарчик-то уже подстригся, да? В Екатеринбурге, как будто специально ездил. Они вечно то на один баз едут специально, то едут, чтобы где-то там зайти в один единственный магазин, тоже специально в Екатеринбург. Смешно, правда же? Понятное дело, что их таскают и вызывают, поэтому приходится им кататься. Но вот бесконечно же врут, скрывают. Ну, мы-то с вами знаем. И представьте, ребят, не успели сказать, что Абдугани не покажут, а тут показали. А Абдугани, говорит, примеры решает. Не показывали, потому что не было его. Вот и не показывали. А тут уже объявился для съёмок и решили показать, что якобы примеры решает в тетрадке, которую Клара прислала. Вроде бы как Клара. От сафары я услышала Клара. На самом деле не знаю. Лара, Клара. Ну, собственно, мне до лампочки. Вот вам и не сдержали уже слово. Уже тут же показали Абдугани. Ну, наверное, это просто была показуха для Лары Клары. Дальше уже жарила она блины и ручки свои расхваливала золотые, что у неё первый блин даже комом не получается. И говорила, как же хвалили её, когда она работала, что у Ольги Васильевны просто ручки покрытые золотом. Ну, я не знаю, чем у неё раньше ручки покрыты были, а теперь у неё покрыты шелухой. Ну, точно не золотом. И Уралочка такая говорит, ну, а что? Я всё умею, только вязать не умею. Уралочка, самое главное, что ты умеешь так это жрать и глотать. Вот это у тебя лучше всего получается. Глотка у тебя сейчас, как раз-таки в данный момент, работает просто лучше всего. Ну, и дальше показала, чего же она набодяжила. Огромную миску блинов с начинкой. Конечно же, огромную вот эту вот бадью, макарох с индейкой или с курицей. Непонятно, обдурила она Сафара или не обдурила. Или он сам уже понимал, что обдуренный и есть будет одни макарохи, а вот эти вот мясные ноги или крылья не будет. Опять она в конце прицепилась к обдугани. Что вот он блинчики любит. Да ладно, говорит, не буду я говорить, как он их любит. Но утром ему перед школой два блинчика как раз. Говорит, а то сейчас опять начну говорить и опять начнут писать. Ребят, она не заткнет рот. Ребят, она постоянно будет его унижать. Она никогда не закроет рот. Точно так же, как они его показывали и будут показывать. И то, что они сказали вначале и показали его. Все равно показали. Видите, они даже в одном единственном видеоролике не могут сдержать слово. Мы показывать его не будем, только если где-то вдруг мимолетом он проходить будет. Но все равно показали. Ну, а унижать – это милое дело для Уралочки. Ей просто нужно кого-то унизить. Точно так же, как когда-то унижали ее. Она теперь просто мстит. Какая же она мерзкая и бездушная баба. Дальше уже Уралка стоит над этим ящиком со сливами. За окном уже темно. Собирается разбираться с этими сливами. И, значит, я понимаю, что пока она набодяжила жратвы, уже, собственно, и потемнело. А ели они или не ели – непонятно. Ну, и, кстати, да, я увидела шортс, где Сафар якобы пробовал пирог. И так стонал, и так стонал. Ох, Уралочка, научила ты Сафарчика своего стонать. Ох и научила. Прям как ты проваливается в экстаз, когда толкает жратву в рот. Но я не думаю, что ему вкусно. Просто нужно показывать, как будто вкусно. Потому что не любит он корицу. И много раз он об этом говорил и намекал. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok